50 миллионов на создание или дальнейшее развитие своего дела получили 15 победителей агростартапа 2020. В этом году заявки на конкурс подали 62 участника. Общая сумма инвестиций почти 57 миллионов рублей. Из них 49,5 миллионов – деньги гранта, остальные – собственные средства. В этом году поменялись критерии оценки бизнес-проектов. На дополнительные 20 баллов начислялись многодетным семьям. Цель – поддержать преемственность поколений и любовь к сельскохозяйственным делам. Появились и новые направления. Победители из Цельнинского района, например, займутся козаводством. А фермеры из Майинского района начнут выращивать облепиховые сады. Уже за два года реализации нашего проекта 247 новых субъектов малого и среднего предпринимательства. Это крестьянские фермерские хозяйства, другие юридические лица малого и среднего бизнеса и сельскохозяйственные потребительские кооперативы. У нас уже вовлечено 920 человек в члены потребительских кооперативов. В этом году львиная доля победителей проекта – аграрии, заводчики из Меликесского района. История личного подсобного хозяйства Равиины Сибулова началась в 2000 году, когда она вышла замуж. Тогда супругам они купили две коровы. С каждым годом количество крупного рогатого скота в семье увеличивалось. Сегодня у них уже 14 голов. Женщина вместе с мужем и двумя дочерьми проживает в селе Филипповка. На деньги выигранного гранта планируют закупить в Оренбурге еще 10 нетелей. Я очень обрадовалась, что я выиграла. И я благодарна этому центру аппетиций, что они мне помогали все в это время. Я звонила в любое время, и они мне отвечали, все сотрудники, все было вежливо. Помимо крупного рогатого скота, на ферме на Сибуловых обитают 200 гусей, 70 кур, несушек и овцы. Если мама грезит расширить ферму, то старшая дочь мечтает варить сыры. А сыроварь не мечтает в начинающей семья фермеров Затеевы. И скоро их намерение станет реальностью. Алексей и Людмила живут и держат хозяйство в соседнем поселке Новоселке. Начинали с разведения свиней, но в прошлом году решили перейти на производство молока. Поэтому к трем имеющимся коровам докупили еще семь. В прошлом году победителем агростартапа стала Людмила, когда на 4 миллиона приобрели газель и докупили еще 30 дойных коров. В этом году победу в проекте одержал уже глава семейства. Больше одной тонны молока в сутки. Такая планка сейчас стоит перед супругами. Высокая производительность нужна для создания сыра. Поэтому в этом году Чита Затеевых пополнит ферму еще 32 коровами. Помещение для сыроварни уже есть. А собственное производство планируют запустить до конца года. Ринат Алиолова, Юрий Конихин. Новости Улправда ТВ из Меликесского района.